Добрый вечер, в эфире «Вести» Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в селекторном совещании по вопросам строительства жилья и социальных объектов. Без очереди подать заявление на получение выплат на детей можно на портале госуслуг. На 25 мая уже профинансировано более 3000 заявок. Ремонт дорог в Черкесске продолжается. Улицы, обочины и тротуары скоро будут выглядеть по-иному. Они доблестно охраняют родные рубежи. Четвероногие защитники и пограничники всегда на посту. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в селекторном заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснулина. Тема заседания и итоги ввода жилья в первом квартале 2020 года в Крачево-Черкесии план ввода жилья на этот год составляет 250 тысяч квадратных метров. В настоящее время на территории республики ведется строительство 37 многоквартирных домов. В связи с общей ситуацией по коронавирусу на всех объектах строительства введены санитарно-эпидемиологические меры. За их соблюдением несут ответственность руководители строительных организаций. Было отмечено, что темпы и объемы строительства находятся на постоянном контроле. В приоритете остаются социально значимые объекты, предусмотренные нацпроектами, в том числе образование, демография и жилье, и городская среда. Завершился прием документов от кандидатов на постмара Черкеска. На должность претендует 5 человек. После ознакомления с документами претендентов и проверки их на подлинность, члены конкурсной комиссии представят депутатам Гордумы кандидатуры на голосование. Напомним, что ранее в социальных сетях о решении выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя республиканской столицы публично заявили 5 человек. Семьи Карачао-Черкесии начали получать новые выплаты по 5000 рублей. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Независимо от доходов семьи, наличия работы, получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Карачао-Черкесское отделение пенсионного фонда произвело вторую выплату в 5000 рублей семьям без права на материнский капитал, имеющим детей до трех лет. Как сообщила заместитель управляющего Ирина Тамбиева, первый транш выплат осуществлен 22 мая. На 25 мая профинансировано более 3000 заявлений на общую сумму 30,7 миллионов рублей. С 12 мая подать заявление можно на портале госуслуг. Для удобства граждан упрощена навигация. В меню на главной странице сразу предусмотрена кнопка для подачи заявления. Мамам, которым в выплате будет отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо будет подать заявление повторно. В распоряжении семей есть почти пять месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. В ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района свой 88-й день рождения отметил один из старейших членов партии «Единая Россия» Борис Абдул-Кадырович Текеев о поздравлениях и подарках имениннику в материале Ахмата Халкечева. Поздравительный адрес от секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака имениннику зачитала исполнительный секретарь Зеленчукского районного отделения «Единой России» Ирина Шерстюкова. Таких членов партии очень мало осталось, и мы каждому стараемся уделить внимание. Кому исполняется нашим членам партии за 85 лет, мы всех стараемся не оставить без внимания. Помимо теплых слов поддержки и поздравлений, гости преподнесли имениннику еще и подарок, в котором он очень нуждался. Думаю, тоже какой-то я буду сделать, преподнести подарок. И вот спасибо уроженцу нашего аула, Дулаеву Айсе, который окликнулся на нашу просьбу и приобрел для него холодильник. У него там что-то было проблем с холодильником, и вот решили преподнести письмо от «Единой России». Такой подарок ему сделать человек все-таки уже в возрасте, ему уже 88 лет. В пользу случаях я хотел бы обратиться к жителям нашего аула и республики, поздравить всех с праздником Уроза Байдан. С завершением Уроза Байдана я хочу, чтобы завершился и этот коронавирус. И чтобы люди ценили друг друга в каждый момент, когда мы видим друг друга. Борис Абдул-Кадырович в рядах партий «Единая Россия» со дня ее образования. И в свои почтенные 88 лет он остается человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Человек, когда беспомощный, кто поздравит, кто скажет хорошие слова, как-то поднимается. Спасибо, спасибо. Борис Абдул-Кадырович, как и многие его сверстники с самых юных лет, знаком с тяжелым физическим трудом. И в поздравительном адресе от руководства партии особо акцентируется чувство гордости за поколения, внесших неоценимый вклад в великую победу и восстановление страны. Ахмат Лакетчев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И новости из оперативного штаба. В Карачаево-Черкесии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 856 подтвержденных диагнозов. Из них 262 выздоровели, 5 раскончались от коронавируса. 401 госпитализированы, остальные проходят лечение в полной изоляции. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, днем местами кратковременной дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18. Температура ночью плюс 9-14, днем 25-30 выше нуля. А в горах ночью местами до плюс 5, а днем до плюс 20. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременной дождь и гроза. Температура ночью плюс 12-14, днем 28-30 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкес, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-30-50. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». Продолжаем выпуск. В Черкесии до конца этого года запланирован ремонт автодорог общей протяженностью более 10 километров. В настоящее время ремонтные работы дорожного полотна ведутся на улицах Кавказская и Первомайская. На участке дороги от улицы Ворошилова до Октябрьская будет отремонтирован 700-метровый участок дороги. Дороги вместе с тем на улице Кавказской ремонтные работы ведутся от Октябрьской до улицы Кирова. Протяженность этого участка также составляет 700 метров. Заменят бордюры, благоустроят обочины дорог, пешеходные переходы. Порядка 51 тысячи саженцев высадили этой весной в Карачаево-Черкесии в рамках реализации нацпроекта «Экология» – федерального проекта «Сохранение лесов». Реализован комплекс мероприятий по лесовосстановлению. В частности, высадили саженцы дуба, также клёна, ясеня и бука. Все работы по лесовосстановлению проводились с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Когда говорят о пограничниках, то в сознании моментально всплывает образ человека с собакой. Впервые собак в армии начали использовать в 19 веке. Четвероногими бойцами были укомплектованы посты на русско-турецкой границе. И несмотря на то, что сейчас в охране границы применяются самые современные технологии, собаки все еще востребованы. В эти дни пограничные кинологи и их четвероногие друзья отмечают профессиональный праздник. На границе на заставе Маруха побывала Мадина Каракетова и познакомилась с героями следующего сюжета. Серьезные, скажу я вам, пограничные собаки. Если бы не крепкая решетка вольеров, наша группа тут же оказалась бы в плену у четвероногих пограничников. Кто-то из них уже с внушительным служебным стажем, а кто-то только приступает. А вот эту красавицу зовут Звезда. И она самая младшая из служащих в этом пушистом пограничном отряде. И единственной дружелюбной, с кем вести смогли найти общий язык. Дрессировка собаки – это процесс долгий и кропотливый. И, как говорят пограничники, в этом процессе необходима любовь и уважение к собаке. Выбирают служебных собак по характеру. Воспитывать начинают с 8-месячного возраста и продолжают в течение всей ее служебной деятельности. Вот и Звезда в скором времени вырастет в крупную немецкую овчарку с характером. Ну а пока наслаждается детством. А вот Алтай уже сдает первые экзамены. Алтай, как и других щенков, привезли на заставу маруха в двухмесячном возрасте. Адаптировался, привыкал, знакомился с хозяином. Собаки закупаются на специальных питомниках служебных собак, либо у профессиональных заводчиков. Это все на уровне пограничного управления. С самого первого раза она отдается кинологу, и на протяжении всей службы у них получается тандем. С 8-месячного возраста собак начинают обучать. Первоначально они проходят общий курс дрессировки, так называемые приемы общего послушания. При обтработке этих навыков переходят к специальному курсу. Их учат охранять, разыскивать, прививают другие специальные навыки, такие как поиск наркотических средств, взрывчатых веществ, оружие. Как правило, в большинстве случаев на службу берутся только немецкие овчарки. Они отличаются очень сильной, уравномешенной нервной системой. Легко поддаются дрессировке и социализации. Очень важно правильное кормление пограничных собак. На голодный желудок немногое сделаешь. Поэтому пограничники питанию своих четвероногих друзей уделяют большое внимание. И, конечно же, основное блюдо собачьего меню – мясо. Мясо только первой категории – овощи и крупы. Расчет приготовления корма – 1,5-2 литра на каждую служебную собаку. Кормление производится 2-3 раза в сутки. Вот крупа. Вот готовится корм, намечаемое кормление, сейчас варится мясо. Потом туда будут закладываться крупа и овощи. А на период несения службы в горах, как и любому бойцу, им положен сух паёк – сухой собачий корм хорошего качества. Кроме того, собаку необходимо содержать в чистоте, а о паразитах и клещах в шерсти и речи быть не может. Они всегда были верными товарищами человека в любых ситуациях. Сколько примеров, когда четвероногие друзья спасали людские жизни. Взять Великую Отечественную войну. На неё официально были призваны 60 тысяч собак, в том числе и крупных дворняк. Из них было сформировано 168 отрядов. Из полей боя собаки вытащили более 700 тысяч раненых солдат. Один джульбар сразминировал 7 тысяч мин и 150 снарядов. Овчарка была награждена медалью за боевые заслуги. Она приняла участие в параде победы на Красной площади в 1945 году. В историю Великой Отечественной войны вошёл и такой факт, как рукопашный бой с собаками. Единственный подобный бой в истории человечества. В июле 1941 года Гитлер прорвался в Киев, где намеревался провести парад победы. Но врага у села Легидзино встретили 500 пограничников Коломыской пограничной комендатуры. Завязался бой, но патроны у пограничников закончились. Тогда они вступили в рукопашный бой. А за них заступились 150-х четвероногих друзей. Этот бой описывается как один из самых ожесточённых, кровавых. Собаки буквально разрывали фашистов на куски. Их расстреливали с танков. Но собаки умудрялись запрыгивать на боевые машины и клыками доставать врага. В том бою погибли все пограничники и почти все собаки. Остававшиеся ещё в живых собаки охраняли погибших пограничников до последнего, не подпуская к ним врага, пока их всех не расстреляли. После фашисты расстреляли и всех собак в Легидзино. Там установлен памятник героическим пограничникам и их верным защитникам. Современные четвероногие пограничники также отважны. Одна из овчарок, служащих в пограничном управлении по Карачаево-Черкесии, была награждена специальной наградой за поимку нарушителей границы. Кинолог из погранзаставы Маруха Андрей говорит, что для пограничника его собака имеет особое значение. Собака для пограничника – это не только специальное средство, но ещё и друг. При списании служебные собаки, как правило, специалистами-кинологами забираются себе домой. Там они становятся полноценными членами семьи. Ведь не зря о собаках сложено столько стихов, снято фильмов, написано истории, из которых часто следует вывод – если тебя предал друг, это явно была не собака. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Маруха. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чёрная кошка». Субтитры подогнал «Симон»!